Всем привет, друзья мои! Мы продолжаем играть в Тропика. Напомню, что в прошлой серии мы закончили миссию Подпольный бар, в котором мы производили ром и поставляли его в США. В конце прошлой серии я пообещала, что мы начнем вот эту вот миссию Пиратский король. Исследуйте тайный пустынный остров, где состоялось самое отчаянное приключение Эль Президента. При помощи Родриго Родригеса, юного буконьера Книголюба и пиратских баек Пинультима он отправляется бороздить моря, грабить и искать сокровища, чтобы превратить этот несчастный глочок земли в процветающее пиратское королевство. Арррр! Погнали! Простите, президент, я хотел сказать, как ваше здоровье, но вспомнил о вашем пиратском прошлом. Мне кажется, это будет по-настоящему интересная и оригинальная миссия, потому что пиратства в прошлых частях не было, а тут вот мы... Губернатор, несгибаемая воля не даст ни одному унылому острову скользнуть от вашего внимания. Губернатор, мы просто вынуждены заняться пиратством. Чтобы желающих было больше, давайте распространим чудесные слухи о прелестях пиратской жизни, чести, реках Грога и распиваемых хриплыми голосами шанти. Никто не узнает правды, пока не будет завербован. Возведите строение пиратская пещера. Окей. Поставим пока что на паузу, хочу оглядеться. Да, у нас тут, конечно, явно какие-то не очень плодородные земли, и даже мест каких-то домиков поставить не очень много, зато вон вулканы. Ладно, что у нас есть? У нас есть порт. Ничего себе тут нужно проплыть, чтобы до него доплыть. У нас есть рыбацкий причал, где мы в основном будем кушать рыбку. Есть демонстрация того, что немногие смогли добраться до нашего порта. Дальше. Бараки, бараки, немножечко религии. Естественно, инженерная и компания перевозчиков. Давайте посмотрим сразу на плодородность. Кукурузу нет. Сахар нет. Ой, ой. Да. О, ну зато у нас тут достаточно все неплохо с ресурсами минеральными. Подозреваю, что скот тоже тут особо не поразводишь. Да. И леса нету, и кокосы не растут. Ну да, с деградацией почвы тут все прекрасно. Ладно. Будем работать с тем, что есть. Предлагаю пиратскую пещеру поставить торжественно. Надо бы еще вспомнить, где она, конечно. Вот. Торжественно. Вот здесь вот. Так как это у нас главный источник. И прибыли, и счастья, и гордости, и чести. И что там еще пенультима перечислил. Все. Давайте начинать. Торговля, конечно же. Как без нее. Давайте, да. Морепродукты будем экспортировать. Еще надо заметить, что у нас сейчас эпоха колониальных войн. И, соответственно, нам еще нужно будет помогать, ну, какие-то квесты выполнять для короны. Иначе нас погонят отсюда с саными тряпками. Сразу рыбацкие причалы улучшим, чтобы они нам добывали не только рыбу, но и морепродукты. Теперь у нас есть пиратская бухта. Нет, не пиратская будка. Преступления и собак нельзя совмещать. Пора набить сундуки за кровищами. Ваши морские волки будут бороздить моря и красть товары, а после лакать грок, распутничать и сладко спать дома. Приветствую, губернатор. Отличный у вас остров. Немного мрачноват, но ничего такого, что нельзя украсить парой подушек. Решите, что будете производить, а затем отправьте нам часть товаров. Да, начинать вам будет непросто, но если вы продадите за границу достаточно продукции, мы вам поможем. Что же мы будем... Ром, наверное, самим нужен. Кожа, досок, ничего из этого у нас при этом не особо-то и не произведешь. Ладно, мы же пираты, давайте все-таки Ром попробуем. 200 нужны. Приятно иметь возможность выбора, верно? Например, продолжить работу, губернатор. Видимо, Ром мы должны добыть... Вот, или хотя бы сахар. Давайте попытаемся награбить сахара. Точно сахар нигде у нас... Ну, вообще нигде не растет, нет. Ладно, сахар будем грабить и из него делать Ром. Или же, вообще-то, как взрослые люди, будем сахар покупать, делать Ром и Ром продавать. Вот, что-что, производство рыбы у нас полно. Возможно, даже имеет смысл сделать его еще больше. Да, точно, точно имеет. Денег у нас еще и вполне себе есть. Достаточно много. Давайте купим торговую лицензию и посмотрим, как у нас там все-таки с сахаром, если его покупать. А, никто нам его не продаст. Ну, ладно. Когда-нибудь они все-таки продадут, никуда они не денутся. Часовня, продуктовый магазин. Библиотека, газета. Театр нам пока точно не нужен. А вот цирк. Как показывает практика, великая вещь. И дома. Так вот. И тут, видимо, побольше надо домов. Лесопилка, дубильня, нет. Точно кокосов? А, ну есть немножко кокосы. Такие. Совсем немножко. Ладно. Вообще-то, где наша не пропадала. У нас есть уголь, у нас есть железо. Вот так вот. Будем их добывать. Будем их продавать. А еду, сахар, то, чем будем покупать. Да. Скорость четвертая. Дрожь древесины, навязка текелажа, веселение Роджеров. Губернатор сегодня меня посетила муза. Я решил стать писателем и сочинять истории про пиратов. Арр, тот может стать пиратом, кто, ну, кто достаточно глуп, чтобы поверить в эти россказни. Пожалуйста, построите библиотеку, где будут храниться мои творения. К обеду я планирую создать не меньше десяти заманчивых историй. Хорошая идея. Библиотека, это прекрасно. Вот так вот даже через эту холопку проведем. Вот, тут вот у нас библиотека и будет. Больше инженеров сделаем, чтобы побольше, побыстрее все это строили нам. Новый хвостик. Количество безработных. Новые, видимо, у нас какие-то... Друговые предложения появились. Можно золото, сахар, хлопок. Брёвна железа. Железо можно... А нам нужно как раз торговый путь короны. Вот так вот. Подпишем. Да, народ же нету. Нарон только импорт есть. Все, прекрасно. Какое-то странное у нас грузовое судно по 666 монет привозит каждый раз. Нужно глянуть церемонах. Есть бездомные, есть безработные. Безработные у нас в основном без образования. Хотя и для колледжа тоже есть. Значит, кроме библиотеки еще и газетку поставим. Вот этот вот барак переведем в режим все выше и выше, чтобы тут у нас банкроты всякие селились. И не расползались по острову. Вот эти вот опасные палатки не ставили. Немножечко парков. Все, ждем. Пиратская пещера на задании наш кораблик. Ну, приятель, как проходит губернаторство? Если нужна помощь, я всегда готов протянуть руку или дать пинка. Если вам нужно больше времени, я могу продлить срок ваших полномочий. В обмен на приятный подарок, разумеется. Принимаю только наличные. Давайте купим продление мандата. У нас тут еще есть территории, так сказать, неосвоенные. Думаю, их лучше освоить, потому что у нас плантаций нет, а вот всяких безработных всяких полно безобразования. Вот так вот. Во! Виволя революсион! Вместе, губернатор, вы, я и народ, мы все изменим! Бесплатный случайный чертеж. Может, что-нибудь совсем уж вкусное попасться. И стоит все очень дорого открывать. Ну и плюс такая-то интрига. Таверны, таверны, больше таверн. Как у нас? Вот. Привезли сахар. Ром начал производиться. Уменьшим сразу количество требуемого сахара. У нас его совсем немного. Губернатор, пиратская библиотека пользуется популярностью. Люди помешались на пиратах. Попугаев с руками отрывают. План работает идеально. Корабли-короны прибывают на остров и покидают его лучшие жертвы для наших корсаров. И команды на кораблях набираются чуть ли не сами собой, потому что все теперь считают, что быть пиратом здорово и интересно. Озвоите представицу, губернатор? Капитан Родригес. Солдат на вашей службе. Но у меня новое призвание. Я почитал историю о пиратах. Ах, безрассудство. Я должен стать пиратом, губернатор? Правда, я ничего не знаю об этих огромных плавающих штуках из дерева и о мокром пространстве, по которому они передвигаются. Но обязательно знаю. А до сих пор буду верно служить вам из библиотеки. Меня будут звать пирата Дельтьера. Гроза камней и земли. Парни сказали, что не чувствуют себя достаточно по-пиратски. Я предложил отпилить им по ноге. Но, казалось, они хотели Рома. Я провел несколько экспериментов. Все сходится. От выпивки вы чувствуете себя как пират. Конечно, если пиратов тошнит, и у них подкашиваются ноги. В том времени, как я свалился, я ощущал себя настоящим бухгалером. Всем ромо-друзья. Активировать режим на сундук мертвеца, как минимум для одного здания типа пиратская пещера. Их можно больше, чем один поставить, что ли? Мы не можем менять по коридорам. Нам приходится давать взятки, чтобы узнать... Да. Это типичное задание, возвести. Вот это мы отменим. Давайте вот с этого начнем. И... Подумаем потом. Нет, строение пиратской пещеры уникально. А то как бы можно? Вот, железо. Прекрасно. Что у нас там дальше? Золото. Можно прям дорого золото контрабандистам продавать. А золото нам, я думаю, понадобится. Давайте. Корона потерпит. Вы сделали правое дело. Конечно же, срок мандата. Это самое-самое страшное. Ром производится. Ром производится. Да. Банкрот. Видимо, тут... Пусть банкроты живут. Давай. Пошли ванки. Что у нас тут еще интересного? Нет. Ресурсы. Тут у нас нет больше ресурсов. Тут у нас золото. Тут у нас золото. Ну, давайте потянемся поближе к золоту. Видимо, тут золото зарыли предыдущие пираты. И часовня. Точно. Я извиняюсь, дружище, но мне нужна крошечная услуга. Возвести строение темницы. Ну, ладно. Возведем. Сейчас для начала мы все-таки возведем часовню. Вот здесь вот. А потом темницу в правительстве, по-моему. Ну, вот здесь, например. Правда, у нас, по-моему, в темницу только мы сами можем сейчас отправлять кого-то. 12 безработных без образования 11 и 1 колледж. Сейчас у нас рыбацкий достроится. Ну, приятель, как проходит губ. Ладно. Покупаем мандат. Ну, мне кажется, надо это. Програтить покупать мандат. У нас еще 7 лет впереди. Если в следующий раз предложат, наверное, откажутся. Готово. И снова проявилась широта несравненного. Тут, конечно же, сразу же морепродукты. И смотрим заработанные граждане. 8 без образования, 1 с колледжем. Не уверена, нужен ли нам продуктовый магазин вообще. Вместе губернатор вы, я и народ. Мы все изменим. Чертеж. Театр. Ладно. Театр мы построим, наверное. Вот. У нас закончился... А, грабеж закончился. И давайте мы тогда построим на сундук мертвеца. Длительность заданий сокращается. Но рейдеры могут умереть. А, вот не страшно. У нас их, похоже, будет много. Конечно, мы потеряли несколько человек. Они упали во время работ по оснастке. Но эта простая забава отлично снимает напряжение в перерывах между музыкальными номерами, верно? Думаю, мы нашли ключ к успеху. Должен сказать, я рад работать с вами. Ладно, мы, наверное, не будем красть Бранденбургские ворота или Святую Софию. А мы будем продолжать грабить сахар. Сахар нам нужен, наверное. Закажем священников из-за границы. Кстати, что он? Сахар, кокос и шерсть. Таверна, таверна, хорошее дело. Отличная работа, губернатор. У вас настоящий талант. Спасибо, что отправили мне все свои товары. Мы продолжили... Прошу прощения. Мы проложили для вас чудесный торговый путь. Это должно немного помочь. Только до меня доходили слухи, что в этих водах встречаются пираты. Так что будьте осторожней. Эти пираты вредят бизнесу. Люди, жадные до истории о море, прозвали вас королем пиратов. В новой тортуге вас называют Лангостино, королевской креветкой. Ради вас в пиратский кодекс были внесены поправки, чтобы вы могли владеть еще тремя бухтами. Раньше такого никогда не бывало. Пираты из разных бухт плохо уживаются. Мы готовы с руками оторвать новых приятелей, но для их найма нужно много денег. И, возможно, крюков и деревянных протезов. Это прекрасно. Нет, подождем немножко. Короне нужно золото, и оно есть у нас. По крайней мере, скоро будет. ВИВАЛЯ РЕВОЛЮЩИОН ВМЕСТИ ГУБЕРНАТОР ВЫЙ Чуть-чуть денежек у него все-таки возьмем в этот раз. Какие у нас тут есть в режиме работы? Либо все на экспорт, либо обеспечивать внутренний рынок. Производство снижается на 25%. Пока это строение работает, производительность каждой таверны, и каждого коктейль-бара повышается на 10%. Бонус может накапливаться до 30%. Нет, наверное, мы все-таки будем все это продавать пока что, по крайней мере, точно. Ой, прям сахаром море-море. ГУБЕРНАТОРСТВО ПОВИСИ, дружочек. Сюда уже, наверное, не влезет? Не влезет. Вот зато у нас тут полно всяких берегов. ГУБЕРНАТОР 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 Я спрашиваю себя, оправдывает ли цель средство. Но за независимость я пойду на любые жертвы. Ах, прости, революционерка. Ни кукурузу мы тут точно не произведем. Ух ты! Класс! Что интересно, тут еще такого интересненького нарисовали. Цветочки. Тут вообще теоретически бегает какая-то живность. Я видела крокодилов. Но вроде как есть еще и ламы. Похоже, нам нужно больше пиратов. Нужно набрать новых. Найти перспективных пиратов, которые еще ничего не знают. Рассказы пинунтем о пиратах стали такими популярными, что всем в тропиках хочется однажды очутиться в лодке. Мужчинам, женщинам и даже собакам. Так неожиданно. Закончить рейд спасения. ГУБЕРНАТОР Я спрашиваю... И грабеж. Хорошо. Откладываются у нас... Это что... О, у нас еще пиратские пещеры разные. Сейчас мы разберем. А, вот это вот очередь одной, а вот это очередь другой. Вот эта пиратская пещера у нас будет грабить сахар, а эта пиратская пещера у нас будет спасать любых. Много нам народу не надо, нам их даже селиться некуда. Хотя есть у меня подозрение, что с такой прибылью сахара нам имеет смысл поставить еще один ромовый. А нет, все успеваю перерабатывать. Ромовый завод сторонний будем ставить. Лучше на перевозки. Затраты на обслуживание портов-перевозчиков, туристических, и портов повышаются на 50%, перемещаются на 5% быстрее. Не, не нужно нам это. Ну, наверное, изучать, поэтому будем вообще все подряд, а потом подумаем. ничего срочного сейчас нету. Вива-ля революсион! Вместе, губернатор, вы, я и народ! Чуть-чуть денежки. Сейчас следующая пиратская пещера, следующая пиратская пещера у нас будет деньги зарабатывать. И глянем, что у нас там. О, бездомных! У нас нет бездомных, по-моему, это первый раз. Но есть запас свободного жилья. Немножечко безработное, безобразование людей. Сейчас они как раз и станут у нас пиратами. Возможно, имеет смысл здесь сделать продуктовый магазин. Как у нас там с тавернами? Очередей нет? Нет, вроде люди вообще счастливы. Нет, ничего не счастливы. 60% всего. Так, здравоохранение. Ну, нету пока что у нас не та эра. Жилье. Хотя все жильем обеспечены. Жилые строения с открытым пространством. Да. Перевод прям огонь. Местами. Ай, нет. Опять денег нет. Указ, может быть, какой-нибудь выдать. Нет, денег нет. На бесплатное жилье. Все. Чуть-чуть ждем, пока у нас что-нибудь произойдет. Это пиратская пещера у нас пусть за сокровищами охотится. Таверна и рудник. Вот я каждый раз о руднике вспоминаю, когда у нас 6 с небольшим в минусе. Все. Больше не прикасаюсь к бюджету, пока не закончим. Пока денег не будет побольше. Посольство рано. Покупать ладно. Нет, вот смотрите, у нас сахара прямо очень много и он лежит просто на складе. Наша революция лишь сравнительно велик. Деньги. И нам нужен, мне кажется, мне кажется, еще один спиртзавод. Или хотя бы компания перевозчиков. рыба-мори-продукты. Кокос вот, сахара немножко увезли. Главное, чтобы его просто так не продавали. Это было бы совсем обидно. Ром, шерсть, кокос. Шерсть тоже бы, наверное... Нет, шерсть только в следующей эпохе, по-моему, перерабатывать умеем. Если вообще... Губернатор, люди пришли с просьбой. Грабеж так грабеж. Это нам всегда пожалуйста. Грабеж у нас, да, почти приплыли уже с новым грабежом. Вот наш пиратский корабль красивый такой. Наша революция лишь сравнительно великая. Деньги, деньги, деньги. У нас очень мало денег. Строим... Деньги появились, строим последнюю пещеру. Сейчас забываю, где они располагаются. Так вот. Так, сразу надо вот что не забывать. Нужно им, да, переставить на сундук мертвеца, чтобы они порезще работали. Спасение есть. Спасение будет. Произведите золото. На палубе, капитан. Святой лонгости. Ой, не успела прочитать, простите. Нам нужно на счет две сторожевых вышки. Так, сундук мертвеца. Сундук мертвеца. Эти где-то плавают. Губернатор, я потратил. Знаете, губернатор, до меня доходят интересные слухи о вашем унылом островке. Нужны дополнительная лесопилка и дубильная. И, соответственно, нужно награбить для них ресурсов. А, и денег нету. Все. О, Ром, шикарное, прямо торговое предложение. Подписываем. Три года осталось. Похоже, самое страшное, что может случиться с пиратом в тропика, это неудовольствие короны. Приплыли вы тут? Не приплыли. Вот это вот. Давай, ты шкуры нам привезешь. Ты бревна, ты деньги. двое. А, и еще одна. Кого-то спасает. А, ну да, у нас два квеста на спасение. Все правильно. Вы сделали правое дело. Увлечиваемся романда, да. И тут вот лесопилка и дубильня. И сразу, чтобы успокоить нашу революционерку, давайте поставим сторожевых вышек. Все. Теперь только ждем. улучшить мы ничем лесопилку не можем. Люди у нас, люди появляются. Все нормально. Извиняюсь, дружище, но мне нужна крошечная услуга. Он с нами так по слогам разговаривает, как будто мы недоразвитые. Импорт со стороной корона. Импорт. О, бревна. Классно. Подписываем, да. Даже заплатим за дополнительные. уже? Уже? Не, ну классно. Давайте золото теперь продавать. должен сказать, я рад. Определенно, мандат. Сейчас берем только мандаты. Спасение почти спасли. И вот это вот бананы тоже почти добыли. Вот, наверное, спасенные наши плывут. Думаю, пора нам уже готовиться к революции, поэтому мы ставим режим работы независимые. Он попытался подкупить командующих, чтобы они устроили диверсию на сторожевых башнях. Должно быть, он не знал, что ваш единственный командующий это я, неподкупный пирата Дельтьера. Давайте собьем его с толку. Именно так поступил бы храбрый, хитроумный главный герой. Расскажем о тайном форте и заманим его в ловушку. Набираем революционеров, они нам понадобятся на революции, особенно если отбиваться придется. Фортик. Возвести два жилых помещения. Это мы всегда запросто. Давно хотелось здесь построить поместье. Выглядит так, как будто тут поместье прямо самое оно поместится. Поместье поместится. Тут мы добавим театр. и развлечений нужно больше. Хотя в таверну нет очереди, а в цирке есть. Видимо, нужен еще один цирк. Возможно, он нужен нам вот тут для этих жителей. добавим немножечко таких вот домиков с грядками. И видом шикарным видом из окна. Ладно. теперь нам самое главное это во-первых построить форт, во-вторых чтобы у нас начали работать дубильня и лесопилка. А они у нас начали действительно работать. Так, вот это у нас бревна производит. вторая у нас будет производить шкуры для дубильни. Третья сахар для господи, винокурни спиртового завода. И последняя охотится сокровищем. Получится у них так? Не совсем понятно как он тут распределяется. Совсем логики не вижу на самом деле. тут у нас путь экспорта. Экспорт золота, ром, золота он не будет пока контрабандистам все не пришлет. Ладно, каучук у нас нет. О, кокосы. У нас очень много лишних кокосов. А еще нам это квест, поэтому чуть-чуть вопрос подвезем. Что-то не да, губернатор. У меня появилось непреодолимое желание называть вас президенте. Президенте. Часть населения должна поддерживать фракцию революционеры. 60%, а у нас всего 50%. Ладно. Газета у нас одна работает и думаю, что нужно поставить еще вторую. Вот. Куда-нибудь сюда, чтобы она проповедовала вот для живущих у нас вот тут-вот. не хватает рабочих без образования. у нас у нас не хватает рабочих у нас правда не хватает рабочих 17 вакансий всего два безработных. Зато есть бездомные. Бедные и обеспеченные. Интересно, где они? спасибо за доски. Не за что. Видимо, это у нас вот тут вот хороший такой на торговый путь, но мы пока что не воспользуемся и у нас мест нет. Берем революционеров. Хочу стащить что-нибудь вот такое. В конце концов Стонхенш не Стонхенш как-то не то. Нужно что-нибудь вот такое вот наверное все-таки. О, у них разные у них разные фишки. Стонхенш вокруг памятника начинают расти деревья. Скорость восстановления окружающей среды увеличивается, при этом уровень загрязнения снижается со временем. Ну и развлекает бла-бла-бла. Берденбургские ворота. Граждан больше не формируются радикальные политические взгляды. Повышенная вероятность формирования равнодушия к политике. Святая София граждане не умирают от плохого медицинского обслуживания. Ограбление Регистан и Самарканда. Все дети автоматически получают полное школьное образование. Обалдеть! Я этого не знала и это это прям классно. Я обязательно буду использовать их в следующих миссиях. И сейчас что-нибудь стащим. Давайте что-нибудь стащим. Где тут у нас? Это в рейдах. В рейдах. Вот. Да. Не. Лучше со Сонхенджи начнем. Пусть у нас деревья растут. Посмотрим. Достигните эры мировые войны. Сейчас все упирается в ток революционеров. Нам нужна большая поддержка революционеров. независимые газеты. Главное, чтобы мандат не кончился. Вот это самое-самое важное. О, сейчас как возьмет Сонхендж. Купим, наверное, еще одну торговую лицензию. Тут импорт? Нет, тут экспорт. нормально. И будем продавать доски. Губернатор, люди пришли с просьбой, но ради безопасности. не можем мы сейчас перед революцией революционерам отказывать. Будем выращивать кукурузу. Но зеленого нигде нету. Будем выращивать кукурузу, друзья мои. Вот тут. Можно сказать вот так как-то. Все. Теперь мы плантатор. уголь бревна аннасы. Прекрасно. Должен сказать я оратор. Мандат, мандат, мандат. Что еще такое с ним поторговать? Еще кокоса. Ну-ка посмотрим-ка мы что революционерам нужно. ведущая свою борьбу скандальная революционерка. Мой народ угнетен. Наши труды не приносят нам выгоды. Ведь богачи всегда забирают то, что мы для них производим. они одобряют строение повышающее образование и не против военных зданий. Еще одну библиотеку что ли поставят? давайте-ка видимо да. А то так долго будем думать. Кукуруз не производится? А еще не построилась. Ладно сейчас построится. может быть еще построить немножечко сторожевых башен? Немножечко. Хочу уже в следующую эпоху. мне интересно что там будут делать пираты? Бороться с осью и союзниками? И тут ничего не улучшить. Давайте зато бюджет увеличим. Такие вот мы. Темница. построить новую темницу. Построим ее на месте старой. и на месте. должен сказать я рад мандат появились хижины опять ну да народ у нас непрерывно прибывает нужно пару хижин оставить ой не хижин бараков для тех кто у нас для тех кому не так повезло в жизни то банкроты кукуруза кстати вполне неплохо у нас производится и на вот этом вот мертвым совершенно поле зря мы раньше отказывались это нет ладно тут уже все поселились наша революция лишь сравнительно великая 10 революционеров еще губернатор народ заставит ее сиять достаток обеспеченные оживут бараки для них давай построим загородных домов так вот тут вот все тоже стоит строится все построилось видимо нужно больше домов так что построим больше домов загородных браков нас в принципе достаточно а вот люди обеспечены у нас достаточно большом количестве газете наверное мы добавим денежат пусть работают более эффективно губернатор люди пришли до продаем ананасы блин какое-то было требование а ну ладно с короной плевать нам важно что мы были готовы стащить камни но вдруг откуда ни возьмись появились друиды кажется в этот раз мы прогадали со временем кражи когда мы прибыли случилось что-то вроде супер солнцестояния равноденствие и ультразенствия думаю мы могли бы забрать объект как и собирались но отряд побаивается мужчин в платьях придется подождать когда закончится этот лунный цикл чуть-чуточку революционерам осталось три три процентика два процентика сейчас кукурузу видео произведем и получше станет а еще вот указы давайте накормим народ еды у нас в общем-то полно денег тоже много вдруг революционеры обрадуются хотя они конечно не коммунисты о нет один процентик один процентик два года даже по стри видимо даже сможем откупиться от короны не придется воевать деньги есть интересно что раньше мы войдем в эпоху мировых войн или у нас будет свой стон фэнш эпоха мировых войн и мы постараемся ладно будем воевать значит не зря мы сторожевые вышки поставили и кажется стон фэнш все таки победит и 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 можно форт построить. Немножечко-немножечко-немножечко осталось. Где-то на задании нет. Не прямо сейчас нам Stonehenge притащат. Ваши пираты хотят сняться с якоря. О, самый бесстрашный из лидеров, если бы только ветерок паду. Я обратился к старой цыганке. Она утверждает, что шторм потопит нас еще до первых петухов. Но даже легкий зефир не колышет наших паруса. Остается лишь распивать непристойные морские шанти и ждать. Есть и без работы. Есть и бездомные, может быть, нам больше рыбы добывать. Встану тут еще. Не, сюда мы пока что не полезем. Но попробуем полезть вот сюда. Все нормально. Нужен ли нам еще один форт? Нужен ли нам еще один форт? Деньги есть? Давайте построим быстро еще один форт. Вот так вот, быстро-быстро. А, ну и людей у нас сколько займет? Уж 8 человек. Так. Так. А, ну и... Продолжение следует... Да, мы уже совсем-совсем готовы к войне, а они так оттягивают невероятно занудно. Видимо, я это промотаю. О, атакованы. Ладно, не буду отвлекаться. Где там враги-то? Где враги? Нас вижу. Вон стекают со всех концов наши бравые войска. А враги где? Вплывут. Что-то куда-то они не ждали, в итоге приплыли. Давайте, друзья, вещи. Еее, мы зашли им в спину. Губернатор, люди пришли с просьбой. Вы неплохо потрудились для кучки дикарей. Мое сердце замирает от радости. Та-да-а-а! Я в первые могу назвать нашего бесстрашного лидера Эль Прези. Пишем Конституцию. Право голосов всех. Все пираты равны. Вооруженные силы только профессиональные. Подтверждаем. Губернатор, с гордостью я докладываю о завершении нашего тайного форта. Это точно одурачит корону. Я рад, что наша защита усилена. И благодарю за повышение. Должно быть я первый пиратский генерал. На этом мы закончим. Мы перешли в новую эру. Следующая эра будет в следующем выпуске. Всем спасибо, что смотрели. Представьте.